НЕМНОГО О СОБЫТИЯХ 7 июля в здании администрации Николаевского муниципального района состоялся отчет главы Николаевского муниципального района и главы администрации Анатолия Михайловича Леонова. Мероприятие проходило в его рабочем кабинете. В ходе отчетного мероприятия были заслушаны вопросы населения города и района, которые были делегированы для озвучивания членам местного отделения КПРФ Николаевск-на-Амуре. А местные жители Николаевска-на-Амуре знают, что у нас средняя заработная оплата составляет 66 617 рублей 80 копеек. По каким конкретно работам установлена 3-месячная цифра заработной оплата? Вопросы были озвучены. На некоторые вопросы глава района ответил лично. Список вопросов с сопроводительным документом принят Анатолием Михайловичем к рассмотрению. С ответами на поставленные жителями города и района вопросами наши подписчики будут ознакомлены. Некоторые вопросы потребуют тщательного рассмотрения. В ходе мероприятия членами КПРФ Николаевск-на-Амуре было выдвинуто предложение о создании комиссии по рассмотрению вопросов коренных малочисленных народов Севера Николаевского муниципального района. Основной задачей комиссия поставит вопрос о расширении квоты по вылову частиковых и анодромных пород рыб для коренных малочисленных народов Севера. Комиссия будет создана при согласовании с местной администрацией. Глава района поддержал инициативу КПРФ Николаевска-на-Амуре. В настоящее время информационным отделом КПРФ Николаевск-на-Амуре готовится положение об общественной комиссии по рассмотрению вопросов КМНС Нижнего Амура. Коммунистическая партия Николаевск-на-Амуре – это порядок, достойная работа, достойная жизнь. Продолжается плановый ремонт постамента памятника Владимира Ильича Ленина на городской площади Николаевска-на-Амуре. Несколько лет назад основания и постамент памятника были облицованы каменной плиткой. Но, со слов руководства исполнителей строительных работ, по результатам проведенной дефектовки плитка отслоилась на 30%, поэтому принято решение демонтировать плитку и оштукатурить с мраморной крошкой основания памятника и постамента с дальнейшей шлифовкой этого покрытия. Не стоит забывать, что Ленин – отец-основатель первого в мире социального государства, которое объединило в себе 15 братских республик. И поэтому абсолютно не должен возникать вопрос, почему памятник ремонтируют приезжие строители – это их братская помощь Николаевску-на-Амуре. Ремонт памятника планируется завершить до 24 июля. Интересное явление над Николаевским районом или очевидное невероятное прямо в ночном небе. С 1 на 2 июля в границах деревни Денисовка рабочими общества с ограниченной ответственностью Полянка был зафиксирован и задокументирован на видео странный небесный объект. Здесь мать, там, в границах, в границах, в стройке и в к Что это? Неопознанный летающий объект? Или, как бы вы сами назвали этот присланный в студию сюжет? У жителей района есть версия, что НЛО не смог вынести находящегося в Николаевске свято-никольского храма и рассыпался. Дело в том, что НЛО, неопознанные летающие объектки, не выносят батюшек, они их на дух не переносят, чуют издалека и исчезают там, где появляется священческая борода. Ну а если без юмора и совсем серьезно, то подобные небесные явления наблюдали еще в нескольких разбросанных по северо-восточной части России географических точках, в том числе с поселка Многовершинный, в Якутии и других. Это что такое? Это что? Я не понял. Ты что вообще творишь? Это НЛО отряда 4-го? Это ракета. Это нечто. Многие склоняются к тому, что мы наблюдали отделившуюся ступень от ракетоносителя, который выводился на околоземную орбиту, но есть и другие версии. И произнесите только слова. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, жгинь отсюда. Пшик. И корабля, как не бывало. Самое интересное в этом явлении то, что официально о нем нигде практически не упоминается ни слова. Вот уж действительно. Неопознанные летающие объедки исчезают там, где появляется священческая борода. Подработка на летние каникулы является самым востребованным временем на рабочую силу учеников школ в городе Николаевск-на-Амуре. На работу школьники устраиваются по договору о совместной деятельности, заключенному между работодателем и Центром занятости населения. Если школьник найдет работу таким способом, он будет получать не только зарплату, но и материальную доплату от Центра занятости. Согласитесь, для школьников и их семей это хорошее материальное подспорье. Общественный транспорт, вопреки страшным прогнозам, не перестал работать на городских маршрутах по фиксированным тарифам. Городские перевозки по фиксированным тарифам принял на себя индивидуальный предприниматель РОФов, выигравший конкурс на сайте государственных закупок. Принятый им парк автобусов, с его слов, неработоспособен. Все автобусы, являющиеся муниципальным имуществом, находятся в нерабочем состоянии. Пока автобусы ремонтируются, перевозки по городу осуществляются одним автобусом по одному маршруту. Николаевский район до поселков Красное и Чнерах пока держится на коммерческих перевозках предпринимателя Кучеровой. Жители поселков Озерпах, Аремиев, Тнеевах, Константиновка, Сахаровка, Магучля, Многовершинный, третий месяц обходятся без общественного транспорта и продолжают осваивать бег на длинные дистанции. Напоминаем, что кардионагрузки способствуют крепкому здоровью и долголетию. Уважаемые нижнеамурцы, уважаемые зрители и подписчики блога. В прошлом выпуске мы рассказали о простом и эффективном средстве от комаров, которое можно приобрести практически в каждом продуктовом магазине. А сегодня мы расскажем, как приготовить приятный на запах и очень эффективный крем от комаров в домашних условиях. Да, ванилин, именно ванилин, а не ванильный сахар – отличное отпугивающее средство против комаров и мушек. Эти насекомые не выносят запаха ванилина. Чтобы защитить себя от кровососущих насекомых, можно просто развести пачку порошка 15-20 граммов в половине литра воды, приготовив тем самым жидкость для натирания. А можно приготовить крем. Для этого покупаем в аптеке настойку валерьяны обыкновенной. На кухне берем пакетик ванилина и любимый крем для рук. В удобную емкость вливаем валерьянку, сверху посыпаем ванилином и хорошенько все это перемешиваем до полного растворения ванилина. Затем добавляем 3 столовые ложки крема и снова перемешиваем. Крем готов. Какую помощь оказать ребенку, если у него после укуса комара опухла рука? Об этом мы расскажем в следующем дайджесте. Подписывайтесь на новостную рассылку канала. Для этого нажмите колокольчик на YouTube-канале или напишите на WhatsApp, указанный под роликом. Проявляйте участие в жизни города и района. Присылайте на WhatsApp интересные вопросы и видеосюжеты. Оставляйте комментарии, вопросы и пожелания под этим видео. С вами Айлита Леонова, Николаевск на связи. Мы делаем жизнь города лучше. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Субтитры подогнал «Симон»!